Здравствуйте, это программа «Главная». В этой студии мы подводим информационные итоги дня, обсуждаем то, что не только кажется, но и является важным, очевидно, влияет на грядущие события, ситуацию здесь и сейчас. Меня зовут Марина Патрина, давайте начинать. ВТБ будет работать в Крыму, об этом сообщил глава банка Андрей Костин. По его словам, сейчас очень важно привлечь инвестиции в индустрию отдыха, но пока формат работы находится на стадии обсуждения. Напомню, накануне о старте работы в республике объявил Промсвязьбанк. Услуги уже предоставляют как отдельным клиентам, так и бизнесу. Потребительские кривиты уже доступны жителям полуострова, а предпринимателям открыты расчетные счета. Получить кредит могут россияне, работающие в Крыму и Севастополе или граждане, зарегистрированные на полуострове. Подать заявку можно через колл-центр, на сайте мобильном приложении или интернет-банке, а также в отделении банка в Краснодарском крае. В Севастополе сотрудники ФСБ и МВД задержали два их неонацистов. Во время обыска правоохранители обнаружили у них нацистскую символику и литературу. Подозреваемые хранили ее дома вместе с ножами и смартфонами. Борцы с режимом портили имущество горожан. Возбуждено уголовное дело. До курорта с комфортом 14 новых автобусов отправились в рейсы по Судаку. Там открыли филиал предприятия Крымтроллейбус. Машины российского производства и оснащены необходимым современным оборудованием, системой ГЛОНА с видеонаблюдением, томографами и валидаторами. Рассчитаны на 42 места. Внутри есть кондиционеры, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и тревожная кнопка. Отмечу, что новые автобусы же вышли на маршруты Советского, Кировского и Джанкойского района. Новые филиалы планируют открыть также в Алуште, Феодосии и Сакском районе. Крымский парламент утвердил проект закона об изъятии в России имущества иностранцев и собственности недружественных стран. Депутаты госсовета единогласно поддержали инициативу. Изымать имущество предлагают без компенсации. Документ планируют передать в Госдуму для принятия его на федеральном уровне. Напомню, в конце марта глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать проект. Об этом мы сегодня будем говорить об алгоритмах реализации этой инициативы. Как это будет выглядеть процессуально? Гости в студии. Ефим Фикс, первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым, Евгений Адабриня, председатель комитета Государственного совета по имущественным и земельным отношениям. Уважаемые гости, добрый вечер, я вас приветствую, здравствуйте. Ну, тема понятна, очень интересно сегодня на эту тему подискутировать, но для начала хочется разобраться, как это будет работать. Вот каков алгоритм, как эта инициатива будет реализована, какие органы на данный момент, органы власти, вот, включаются в этот процесс для того, чтобы его запустить, ну, с точки зрения, как бы, по всем правилам буквы закона. Смотрите, мы с вами видим, какие недружественные действия в отношении... Это ко мне вопрос, да? Безусловно. Начнем с вас. Если можно. В отношении Российской Федерации, российских юридических физических лиц проявляют определенные иностранные государства и территории правительства этих стран. Замораживают наши счета, наших юридических физических лиц, изымают собственность, все это без суда и следствия, замораживают активы Центробанка. Ну, соответственно, правительством Российской Федерации 5 марта был утвержден перечень таких государств и территорий, которые осуществляют в отношении Российской Федерации российских юридических физических лиц такие не дружественные действия. И, соответственно, основываясь на этом перечне, в основу закона легли такие нормы. Значит, данная наша инициатива была продиктована возможностью национализации именно принудительного изъятия объектов прав собственности, которые находятся на территории субъектов Российской Федерации без компенсации. Сам порядок и определение уполномоченного органа, который будет принимать решение об изъятии данных объектов прав собственности, должны определить сами субъекты Российской Федерации, на территории которых находятся, соответственно, эти объекты. Речь идет у нас с вами под объектами права собственности. Мы подразумеваем и денежные средства, и ценные бумаги, корпоративные права, и, соответственно, объекты капитального строительства и прочее недвижимое-движимое имущество. Казалось бы, меры-то зеркальные, но мы это все делаем достаточно корректно. Но Европа, которая декларировала то, что право частной собственности, что это все незыблемые ценности, сегодня это все попрано, и вот как мы с вами говорили, даже той бумаги, на которой напечатаны все эти законы, не стоит. Евгений Владимирович, согласны ли с этим, что это просто какие-то выпиющие факты? Ну да, Европа все время говорила о том, что, вот вы правы, что собственность это святое, к нему даже прикоснуться нельзя, потому что это основа государства. И в то же время без суда, без следствия приняли там своими решениями какими-то, посидели, пошушукались, как говорят, и объявили о том, что те средства Центрального банка, которые находятся там в других государствах, там по каким-то причинам все это дело изымается, все, до свидания, никаких приветов. Ну ладно, это Европа, нам как бы не указ, но Украина же принимает Верховную Раду Украины, приняла закон, ни с кого, как бы ни на что не опираясь, приняла закон об изъятии всей собственности, имущества, всех, кто проживает в Крыму и так далее, тех, которые не нравятся Украине. В свое время, да, несколько недель тому назад Сергей Валерьевич, он выдвинул такую инициативу, поставил задачу, мы работали, спокойно работали, до того момента, пока это... Да, до того момента, пока это не стало, как бы уже за пределами вообще понимания, ответственности и всеразумности. Вот группа депутатов, вот и Евгения Александровна во главе этой группы, как председатель комитета, разработали этот проект закона, он очень толерантный проект закона. Да, мы говорили об этом. Он очень, очень такой корректный. Корректный, тут если ты зарабатываешь, если ты гражданин Украины, или гражданин Крым, крымчанин, но живешь на территории Украины, у тебя здесь есть собственность, пожалуйста, пользуйся этой собственностью, получай дивиденды, там то, сего, пятый десятый. Но если ты деньги, которые зарабатываешь в Крыму и направляешь на содержание, поддержку бандеровцев, на поддержку националистических батальонов, если ты выступаешь против России, если ты выступаешь против вооруженных сил России, если ты кормишь тех негодяев, которые убивают мирных граждан, кто это позволит? Подождите, надо же остановиться. Надо у этих подлецов все изъять, и пусть эта собственность работает на интересы жителей, на интересы людей. Это очень логично, абсолютно естественно и понятно. Здесь никто не придумывает велосипед. Попробуйте где-то, допустим, у кого-то гражданина России в Америке, там какая-то собственность есть, и он будет там получать дивиденды и потом выступать против Америки и содержать, я не знаю, блок НАТО, который будет воевать против Америки. Ну, нормальное явление, а? Это револючский вопрос, явление ненормально. И главное, цинично, они же считают, что это же их собственность, они же зарабатывают на этом деньги. И поэтому так дело не пойдет. И вот Евгения Александровна уже сказала, мы сегодня проголосовали, подготовили документ, отправляем в Государственную Думу. Государственная Дума рассмотрит, это наше предложение, будут внесены изменения в гражданский кодекс, и уже после изменения в гражданский кодекс, когда эти изменения вступят в силу, мы у себя здесь примем соответствующий закон, который будет регламентировать порядок всех этих вещей, и будет создана комиссия, рабочая группа, которая будет анализировать эту ситуацию. То есть, по сути... Сдуру, как это дело, я прошу прощения, как делает Украина, мы так не поступим. Мы посмотрим все имущественные взаимоотношения, и посмотрим, как этот человек, как собственник, как он относится к России, как он относится к Крыму, как он относится вообще к тому, что происходит. И если мы увидим, что он недостойно себя ведет по отношению к России, безусловно, будет ходить с протянутой рукой и выпрашивать обратно свою собственную. Но назад дороги нет. Я бы обратила внимание, что подобную работу смогут проводить и все остальные субъекты Российской Федерации. Вероятно, есть какие-то предприятия, из которых... Из субъектов, в которых выходят иностранные какие-то компании, и будет возможность непосредственно зайти на это предприятие, вести временную администрацию, сохранить рабочие места, как это было у нас. Например, вот с 2014-2015 год наши предприятия «Крымгазсети», «Крымэнерго», «Крымхлеб» нам удалось войти временными администрациями, сохранить производство, бесперебойность подачи электроэнергии, газоснабжения и всего остального, и, соответственно, без потрясений принять все в собственность. Я правильно понимаю, что мы сейчас у себя подаем сигнал на федеральный уровень, являемся инициаторами вот этого изменения, и потом это же будет спущено нам для того, чтобы мы могли реализовать, и в том числе делиться опытом с коллегами. Совершенно верно. Да, и почему вот именно нужно внести изменения в федеральный закон, кодекс, гражданский кодекс, и потом каждый субъект будет у себя разрабатывать свои положения, свои порядки. У каждого субъекта свои особенности. Да, и исполнители будут совершенно разные, возможно. Это не под кальку. Да, не у всех есть взаимоотношения, не у каждого субъекта такие, как, допустим, у нас или у Украины с бандеровцами и так далее. У кого-то другие взаимоотношения, у кого-то вышли иностранные инвесторы, собственники вышли из этого предприятия, закрывают предприятие. То есть у каждого свое. У нас своя история. Это и напрямую имущество иностранных государств, которые проявляют... Да, совершенно точно, да. ...позинцию, это просто дает возможность абсолютно справедливым, зеркальным действиям... Совершенно верно. В рамках закона... Безусловно. Да, в рамках закона делают, да. Ну, на слуху из имущества украинцев, это вот квартира Зеленского. Все они активно говорят, это разошлось как инфоповод на федеральный уровень. Вот какие объекты уже известны нам сегодня, которые мы могли бы сегодня озвучить в качестве примера того, что будет национализировано? Ну, навскидку. Ну, вы знаете, я бы, наверное, пока не торопилась бы, потому что ввиду нашей истории в течение восьми лет очень многие переформатировали все одиозные, скажем так, олигархи, которые представляли агрессивную часть украинской стороны, которые финансировали АТО, уже были лишены возможности зарабатывать здесь, на территории нашей республики, соответственно, финансировать все эти радикальные действия. Осталось имущество, которое в свое время быстро переформатировалось, и сейчас там ими управляют аффилированные некие лица, возможно, даже где-то это и граждане Российской Федерации, которые там какими-то путями передают эти ресурсы. Но сейчас я знаю, что формируется перечень, при участии правоохранительных органов устанавливается степень аффилированности, все после перепроверки и согласия и подачи дополнительной информации, что да, это действительно так, будут рассматриваться каждый объект в отдельности, и, соответственно, будет поддержан, потому что это прямые, справедливые меры. Знаете, что удивительно, когда готовилась к эфиру, увидела, что за коммунальные услуги Зеленские платили в Крыму, боясь, очевидно, что если они будут недобросовестными налогоплательщиками, свои квартиры можно будет каким-то образом, ну, не лишиться, но вот путаться в какие-то неприятные ситуации. Понимаете, просто цинизм, вычастие, быть должником. Понимаете, есть же, вот почему будет создана вот эта рабочая группа, и почему сегодня не говорят о тех объектах, все известно же, люди перерегистрировались, кто там стоит, то все, пятое-десятое, потому что нужно точно выяснить отношение собственника к России, к Крыму, к тому, что происходит вот сегодня в нашей ситуации. Это то, что вы говорите, выверенная, очень удержанная, конструктивная позиция. Во-первых, с одной стороны, мы никого не, ну, по-напрасну не наказали, а с другой стороны, чтобы не ушли те, кто виновны во всей этой истории. Вот тут же не в отношении собственности, не в отношении собственников, а в отношении тех негодяев, которые зарабатывают в Крыму и финансируют все в борьбе против Крыма и против России. Вот же в чем вся история. А тот добросовестный собственник, который работает, платит налоги, выполняет там свои хозяйственные какие-то задачи, но у него своя позиция, вы там занимаетесь своим делом, а я себе буду работать в интересах людей. Ну, такого человека зачем же наказывать? Да, я бы тут еще бы подчеркнула, обязательно успокоила граждан Украины, которые имеют здесь собственность, если это обычные обыватели, если они не участвуют в каких-то террористических организациях, не участвуют в нацбатальонах, им ничего не угрожает, и, соответственно, не угрожает никаким иным, иностранным, возможно, лицам, которые сюда заходили, инвесторам, которые здесь работают, если они не проявляют никакую в этой части агрессивную позицию по отношению к федерации, если их средства не идут на финансирование соответственных боевых действий. В очередной раз убеждаемся, что мы страна терпеливая и очень спокойная, пока нас не заденут и наши интересы не будут попраны. Вы знаете, очень много примеров, это же не сегодняшний пример, и не пример вчерашнего дня, это пример еще нескольких лет тому назад, когда здесь зарабатывали известные украинцы, известные Украине, только в Украине, в Советском бывшем Союзе, зарабатывали деньги, потом выделяли там какие-то суммы для поддержки АТО, вот Евгения Александровна сказал, для поддержки там националистических вот этих движений и так далее. Это же факт, но скажите, разве это справедливо? Если ты хочешь честно работать, пожалуйста, никто тебя не трогает. Время разбрасывать камни, у нас пришло время собирать камни. Вот, наверное, наступила ответственность тех людей, и теперь каждый пусть подумает. Собственник квартиры, собственник земельного участка, собственник фабрики, завода, огородов, пароходов, собственники санаторно-курортных комплексов, пусть подумают. Вы с умными или с красивыми, да? Мы записали Алексея Журавка, экснародного депутата Украины, который высказал и дал свою оценку тому, что сегодня происходит и какая инициатива сегодня нами была озвучена. Предлагаю вниманию телезрителей послушать это. Считаю, что крымское руководство правильно приняло, что начинает национализировать все имущество и частное, будем говорить, частную собственность, собственность Крыма. Поэтому правильно. Единственное, что власть должна правильно распорядиться. Не так, как это делает Зеленский и его вот эта оголтелая банда, что отбирают, потом перепродают, зарабатывают колоссальные деньги на этом, а народу обратно ничего не попадает. Считаю, что должен пройти аукцион. Это имущество должно легализоваться и продаться внутри страны. А деньги должны быть направлены непосредственно на восстановление Донбасса, на восстановление детских домов, строительство приютов, строительство непосредственно, будем говорить, социальной инфраструктуры. Так же самое эти деньги могут пойти на развитие Крыма, там, где будут отдыхать дончане, луганчане, пострадавшие люди от этой войны, которую фактически устроил Зеленский. Надо просто-напросто правильно распорядиться. И я думаю, все получится. Вот такой комментарий. Возвращаясь к тому, что мы уже начали обсуждать, весь этот процесс, надеюсь, будет запущен. И у нас, у крымчан, есть опыт национализации. В 2014-2015 году уже эти процессы были реализованы. Вот есть какие-то отличительные особенности от того периода и сегодня? Или, в принципе, калька едина, и здесь просто под каждое конкретное предприятие нужно подстраивать определенные механизмы? Ну, цель ясна. Механизм, я думаю, не сильно будет отличаться, а подходы, безусловно, разные. Потому что в 2014-2015 году мы, по сути, решали вопросы жизнедеятельности Крыма. В свое время у нас было принято постановление о независимости Крыма, там, где мы признали все имущество государства Украины собственностью республики Крым, все имущество предприятий Украины, общественных и профессиональных организаций собственностью республики Крым. Национализировали частные предприятия, которые имели прямое значение для жизнедеятельности и безопасности населения. Я уже озвучивала Крымгазсети, Крымэнерго, Черноморнефтегаз, Крымхлеб и многие другие предприятия, которые позволили нам нормально организовать свой быт, свою жизнь и без перебоев, без потрясений это пройти. Вот себе представим на секундочку, если бы Крымэнерго не было бы национализировано. Очень странно было бы. Было бы странно, если бы крымчане, оплачивая электроэнергию, передавали бы средства на Украину, да, а те дальше финансировали на тот момент АТО или еще какие-то другие противоправные действия. Мы же видели, что для них вообще ничего не стоит. Воду перекрыть, опоры электроэнергии взорвать. Ну, то есть вообще ничего святого и ничего разумного для, к сожалению, руководства той стороны не было. Что касается по подходам, мы уже определили, что, безусловно, будет подход очень взвешенный. Безусловно, будут проходить проверку-перепроверку на предмет аффилированности собственников. В принципе, уже по Крыму более или менее понятное очертание этого перечня, но, опять же, я же говорю, озвучивать не будем, пока это не будет четко установлено. На территории Российской Федерации, я уверена, ну, там, ну, хотя бы просто яркие примеры, там, заводы Рошен, Порошенко, да, и там еще каких-то олигархов, тоже, наверное, всем известно. Тоже никто не заинтересован, чтобы люди остались без работы, чтобы останавливалось производство. И, конечно, никто не заинтересован в том, чтобы средства, вырученные, заработанные на территории Российской Федерации, шли непосредственно, вот, в, скажем так, недружественную страну. Но, безусловно, это не только касается Украины. Мы тогда теперь при наличии такого законодательного механизма можем и вовремя реагировать, и на все остальное имущество недружественных государств. Это могут быть и страны Евросоюза. Такой универсальный, да, подход? Еще раз говорю о том, что перечень, утвержденный правительством Российской Федерации, есть. Туда вошло достаточное количество стран, все они выявлены, зафиксированы. Ну, а дальше уже принятие за правительствами непосредственно субъектов и правительства Российской Федерации, принять и запустить ли этот инструмент, я думаю, что нас поддержат. И как его использовать? Судя по тому, как это происходит сейчас, очень взвешенные подходы. Мы не торопимся там сразу зеркалить ситуацию, да, очень сдержанно подходим, несмотря на то, что нас закидали этими безумными санкциями. Пока таких, скажем так, ярких и одномоментных зеркальных ответов, ну, не прослеживается, все обдумывается, все взвешивается, в отличие от этих всех, скажем так, недружественных стран. Поэтому я уверена, при наличии данного механизма, мы сможем грамотно им распорядиться и принять необходимые меры там, где это будет нужно. Ефим Васильевич, не было бы счастья, да несчастье помогло, да, в этой связи у нас появляется возможность что-то национализировав, использовать уже эти ресурсы на благо, в том числе, крымчан. Вот комментарий, да, Алексей, говорит о том, что действительно очень грамотно можно поднять подходы и решать вопросы. То есть предприятия, которые будут национализированы, они будут работать, там будут рабочие места, там все, ничего не изменится, но средства пойдут на Крым, средства пойдут на решение социальных вопросов в Крыму, решение социально-экономических каких-то программ, они будут в Крыму, но мы точно будем знать, что на эти средства не будут приобретаться амундирование, оружие, снаряды, которые будут потом уничтожать мирных граждан, как это вот Донецке, Луганске, так вот и других регионах, мы точно будем знать, что не будет больше таких кладбищ, как Донецке, ангелов, детских ангелов, это вообще уму непостижимо, это ж ужас, что в Донецке в наш 21 веке кладбище детей, сотни детей, которые были уничтожены. Которых никто не замечал 8 лет. Да, и никто не видел, понимаете, в чем дело. Сейчас в Бучу устроили, в Бучу вот эту провокацию самую настоящую, поднялся весь мир, слушайте, уже президент Соединенных Штатов Америки проснулся, он уже пришел в себя и начинает там что-то буянить, баламутить. А то, что столько 14 тысяч доничан, 14 тысяч за эти 8 лет погибло, это все как бы никто ничего не видит. А в прямом эфире, как сжигали людей в Одессе, в доме, где все были, в прямом эфире все это показывали, видели все абсолютно, где эти возмущенные страны, где они. Безусловно, я с вами полностью согласна, двойные стандарты, они просто начинают уже рвать все шаблоны реальности. Им не надо никаких недоказательств, никто не хочет ни во что вникать, они уже определили для себя. Почему Англия, Великобритания, как руководитель, сегодня возглавляет Совет Безопасности, ну ее очередь, почему они не назначают внеочередное заседание Совета Безопасности по требованию России? Да потому что Россия скажет, кто покажет, как. Потому что есть доказательства, потому что это неудобно смотреть, неудобно видеть. И Германия, Соединенные Штаты Америки, Италия подключилась к этому. Они же забыли, что они делали в 41-45 году здесь на территории, в том числе и Украины. Они же это все, это же все в прошлом. Они же забыли, как их предки уничтожали, жгли и так далее, и так далее. И сегодня они же думают, что все забыто. Ничего не забыто. Но понимают, что если назначить заседание, открыть заседание Совета Безопасности, то представители Российской Федерации покажут кадры, покажут документальные документы, кто спровоцировал все это. Я думаю, специально оттягивают время для того, чтобы подготовиться, подкрутить какие-то моменты, подфотографировать, где-то что-то какие-то подложить, дополнительные материалы. Мы до эфира говорили, что очень отрадно находиться на стороне правды, на стороне, когда не стыдно, и четко понимаешь, что твои действия, они несут какое-то определенное добро и смысл. Ефим Зисич, я хотела бы, завершая уже эфир, покажите, пожалуйста, эту наклейку, расскажите, пожалуйста, где можно такие взять. Уважаемые крымчане, дорогие крымчане, сегодня наши бойцы, наши солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, генералы выполняют приказ Верховного Главнокомандующего, осуществляя специальную военную операцию по демилитаризации, деноцификации Украины и поиску и приданию суду преступников, которые совершили преступление в отношении народа, в отношении граждан Украины и других граждан. Вы знаете, каждый должен поддержать наших детей, наших братьев, кто принимает участие в специальной операции. Единственное, вот сегодня, как мы можем поддержать, это вот этой наклейкой буквы «З» на своем автомобиле, тем более вот буква «З», она с георгиевской лентой, как раз это символ приближающего дня победы в Великой Отечественной войне. И поэтому Владимир Андреевич Константинов, председатель Государственного Совета Республики Крым, выступил с такой инициативой, и чтобы вот эта буква «З» была наклеена на стекле своего автомобиля, тем самым мы поддерживаем наших бойцов, которые находятся и выполняют специальную военную операцию. Я просил бы и от имени депутатов Государственного Совета, от имени Государственного Совета поддержать эту акцию. Эту наклейку можно получить в Государственном Совете. У нас работают волонтеры по Крыму, по Крыму, в том числе по городу Симферополю, во всех людных местах раздают бесплатно эти наклейки. Я думаю, это долг каждого крымчанина сделать вот этот выбор и сказать спасибо, братья, работайте, братья. Мы своих не бросаем. Да, я бы тоже присоединилась к обращению Ефима Азисевича. Я вас очень прошу, уважаемые крымчане, замечательная абсолютно наклейка. Это наша причастность, это наша поддержка нашим ребятам, которые находятся сейчас на передовой. Это тот минимум, который мы можем для них сделать, потому что это очень отрадно. У нас был случай, наша коллега ехала с Джанкоя, ехала за машиной военной, в ней сидели ребята уставшие, грязные, уже такие замученные, а наклейка на заднем стекле. И она говорит, так, где в машине, где? Все начинают им показывать в лобовой, они же не видят, как они заулыбались, стали махать. Это настолько важно, это моральная поддержка. Я вас прошу, уважаемые крымчане, наши ребята сейчас воюют за каждого из нас. Это тот минимум, который мы можем для них сделать. Покажите свою причастность, поддержите наших ребят. Мы своих не бросаем. За победу. Уважаемые гости, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию ответить на эти вопросы. Действительно, эфир был интересный. Всего вам хорошего, до свидания. Спасибо вам большое. Сегодня мы говорили об инициативе национализировать имущество иностранцев и собственность недружных стран в Крыму. Завтра будет новый день и новая повестка. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин